Традиционно с начала апреля наша телекомпания и фонд «Обыкновенное чудо» начинают благотворительный телемарафон. В течение двух месяцев в программе «Час пик» мы будем рассказывать истории детей, которым нужна помощь, а также о тех, кому уже помогли. А 31 мая в городском саду пройдет большой благотворительный концерт. В прошлом году во время такого концерта томичи собрали 500 тысяч рублей для трех ребятишек. О том, как прошел у них этот год, расскажет моя коллега Елизавета Барабина. Таких результатов меня ожидали, честно сказать. Процедуры 20-30 минут. Ну что с этих процедур? Оказывается, очень даже. Артемка научился сидеть с поддержкой, окреп и даже как будто повзрослел. Давай, процессор мой. Чик. Вот так. У Артема детский церебральный паралич. Результаты лечения в Чехии превзошли все ожидания. Благодаря специальным очкам, которые подобрали чешские врачи, у Артемки почти ушло косоглазие. После курса игротерапии появилась сила в пальчиках. Малыш научился захватывать игрушки и даже может сам снять очки. Вот так. Чик. Вот так. Вот так. Вот. Все. Деньги на реабилитацию в Чехии, 120 тысяч рублей, собрали томичи во время благотворительного концерта в городском саду. Мы очень благодарны людям, что не остались в стороне от нашей беды, что поучаствовали. Мы очень благодарны. Еще один участник прошлогоднего телемарафона Марат Мурсалимов. У малыша не работает толстая кишка. Недавно они с мамой вернулись из Москвы после очень сложной операции, которая длилась более четырех часов. И сейчас Марат восстанавливается после пережитого. Добраться до столицы семье помогли томичи, которые пожертвовали в Кубфонда «Обыкновенное чудо» 60 тысяч на перелет и проживание в Москве. Полина Михаличенко благодаря помощи томичей возвращается к обычной жизни. Ее история потрясла многих людей. Абсолютно здоровая девочка стала инвалидом по нелепой случайности. У нее поражение головного мозга и нарушение нервной системы. Из-за этого Полина не могла нормально ходить и говорить. По сравнению с тем, что было, Полина у нас учила всегда хорошо, на пятерке, много читала, грамотно писала. То теперь после болезни несколько стало труднее заниматься. Последние пару недель Полина ходит в школу самостоятельно и сама делает дома уроки. Все это стало возможным благодаря помощи неравнодушных людей. Во время благотворительного концерта в городском саду, а потом и на ярмарке томских мастеров в октябре, томичи собрали для Полины более 600 тысяч рублей. За прошлый год девочка прошла два курса дорогостоящей реабилитации в Москве. Вообще всем огромное спасибо за доброту, за... Ну, спасибо. Я считаю, что помогать надо. Заболеть просто, а вылечиться потом очень сложно. Во время прошлогоднего благотворительного марафона сотрудники различных предприятий, представители власти и простые горожане собрали почти 4 миллиона для 27 детей-инвалидов и Тунгусовского дома-интерната. В этом году помощи ждут еще 30 детей. Их история есть на сайте чудо.томск.ру. Телефон фонда Обыкновенное чудо 211 311. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok